Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции! Дорогие гости, коллеги, приветствуем вас на пресс-конференции, посвященной итогам года Льва Толстого в Казанском федеральном университете и в Республике Татарстан. Близится к завершению 2018 год для коллектива Казанского федерального университета, жителей Республики Татарстан и, конечно же, литературно-творческой общественности. Он был особым и, мне кажется, запомнится надолго. Мы очень рады тому, что инициатива коллектива руководства Казанского федерального университета была поддержана. И указом президента Республики Татарстан Рустама Наргалевича Мениханова 21 сентября 2017 года, 2018 год, был объявлен годом Льва Толстого в Республике Татарстан. Чуть ранее, 29 декабря 2016 года, ученым советом нашего Казанского федерального университета было принято решение об объявлении этого года годом Льва Толстого в Казанском федеральном университете. Имя великого русского писателя, автора всемирно известных романов «Война и мер», Анна Каренина, «Воскресенье» и ряда других наполнено для жителей Республики, студентов и преподавателей Казанского федерального университета особым смыслом. Поэтому в 2018 году в Республике и в университете было проведено огромное количество мероприятий научного, культурно-просветительского и учебного планов. Необходимо отметить бесценный вклад организации подведомственных Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, а также мэрии города Казани и муниципальных районов Республики и, конечно же, Казанского федерального университета в дальнейшую популяризацию произведений русской классики в молодежной среде, развития интереса к наследию великого русского писателя и философа-гуманиста. Мы гордимся тем, что Лев Толстой был студентом Казанского университета. Здесь происходило его творческое становление, росло осознание необходимости самообразования и самосовершенствования. Под эгидой года Льва Толстого в университете прошло несколько десятков мероприятий, такие как «Ночь науки», проект «Читаем Толстого», в котором активно участвовали и иностранные студенты, выставка «Самый читаемый писатель», «Республиканский тотальный диктант», заседание художественного салона «Ренессанс», конференция «Конкурс учащихся имени Льва Толстого», встреча с современным писателем, биографом Толстого, Павлом Басинским и другие. Согласно плану основных мероприятий по проведению в 2018 году в Республике Татарстан года Льва Толстого, утвержденному распоряжением Кабинета Министров нашей Республики от 7 июня 2018 года, в ближайшие дни нас ждут новые значимые мероприятия. Сегодня начинает свою работу Международная научно-практическая конференция «Лев Николаевич Толстой. Истоки и вехи творческого развития». 30 ноября откроется Казанская площадка Международного саммита языков и культур. Я хочу отметить то, что две площадки данного саммита проходили в Японии и в Испании. А 1 декабря нас ожидает открытие бюста Льва Толстого и торжественная церемония закрытия года Льва Толстого. Данное мероприятие пройдет в Императорском зале Казанского федерального университета. Подробнее о мероприятиях года Толстого расскажут участники пресс-конференции. Я надеюсь на то, что и гости подключатся. Желаю всем успешной и плодотворной работы. И я микрофон передаю доктору филологических наук профессору Артему Эдуардовичу Скворцову. Спасибо, Радий Фривкатович. Напоминаю, что нашу пресс-конференцию открыл директор Института филологии межкультурной коммуникации Замалядинов Радий Фривкатович. Я здесь выступаю в качестве модератора нашего мероприятия. Как вы видите, у нас три основных спикера, а также ряд уважаемых гостей, которым мы постараемся предоставить слово. И сначала я представлю спикеров. Начнем, пожалуй, с нашего гостя из далекой прекрасной страны Индии. Доцент Дилийского университета господин Гириш Мунджал. Профессор, директор высшей школы русской зарубежной филологии Мухаммед Шина-Резидо Фаилина. Профессор кафедры русской зарубежной литературы, специалист по русской классической литературе Пашкуров Алексей Николаевич. Ну, прежде чем мы перейдем, собственно, к нашей, так сказать, рабочей дискуссии и к пресс-конференции, а формат пресс-конференции предполагает, что это не просто ток-шоу, мы не просто должны говорить, а аудитория пассивно слушать, а аудитория должна задавать нам какие-то вопросы, и даже это очень приветствуется. Прежде чем мы перейдем к этому, я предоставлю слово нашему высокому гостю, заместителю министра образования Республики Татарстан, поминовому Андрею Ивановичу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, организаторы этого замечательного действия сегодня. Действительно, как Радьев Юкадыч уже сказал, весь 2018 год у нас прошел под знаком великого русского писателя Толстого, и за это время было проведено свыше 40 мероприятий различного уровня. Но вот такое казенное слово мероприятие, оно не раскрывает сути того, что происходило, а важно, что все эти действия были направлены на воспитание нашего подрастающего поколения, нашего студенчества, на популяризацию творчества и наследия Льва Николаевича Толстого. Хочу сказать, что у нас было проведено большое количество различного рода научных конференций, симпозиумов. Часть из них еще будет проходить до конца этого года. У нас проходили выставки, об этом, может быть, чуть позже скажет представитель Министерства культуры. У нас были проведены конкурсы для наших школьников. Нам удалось пополнить фонды школьных библиотек произведениями Льва Николаевича Толстого. И вот все это, я повторяю, действительно было нацелено на воспитание наших школьников и наших студентов. Мне хочется выразить слова огромной благодарности всем организаторам, которые участвовали в годе Толстого. Это, прежде всего, Казанский федеральный университет, наши коллеги из Министерства культуры, коллеги из Татмедио и вообще все журналистское сообщество, которое активно освещало мероприятие года Толстого. И я надеюсь, что финальная точка не будет поставлена, собственно говоря, завершением года Толстого. В дальнейшем мы предполагаем и дальше работать в этом направлении. Я думаю, что те наработки, которые в этом году были сделаны, они будут продлены и будут реализованы уже в предстоящие периоды. Огромное спасибо, всем успехов, удачи и еще раз слава и благодарность за приглашение на это мероприятие. Спасибо. Андрей Иванович Поминов, первый заместитель министра образования Республики Татарстан. После Министерства образования логично обратиться к Министерству культуры. Я предоставляю слово начальнику отдела сводного анализа и мониторинга государственной культурной политики и Министерства культуры Хайру Диновой Диле Флеровне. Прошу вас. Микрофон. Добрый день, уважаемые почетные гости, добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Действительно, этот год был для нас особенный, потому что в мероприятиях года Льва Толстого принимали участие все учреждения культуры и, конечно же, творческие союзы. Большую роль здесь сыграл союз писателей Республики Татарстан. Они принимали участие во всех мероприятиях, включая творческие встречи, включая литературные, музыкальные вечера. И по утвержденному плану года Толстого у нас было запланировано около 20 мероприятий, практически все они состоялись. Конечно, как вот уже сказал Андрей Иванович, у нас проходило большое количество выставочных, музейных мероприятий, мероприятий в библиотеках. И здесь приняли, конечно, участие наши ведущие музеи и Казанский Кремль, и музей в Чистополе, в Елабуге, в Свияжске, все республиканские библиотеки, где принимали участие, конечно же, и дети, молодежь, подрастающее поколение. Но вот у нас осталось буквально еще несколько мероприятий, которые состоятся в декабре. Хотела бы обратить внимание, это круглый стол в Казанском Кремле, который состоится в декабре. И еще у нас состоится одно мероприятие, это премьера спектакля «Холстомер» в Нижнекамском государственном драматическом театре, который пройдет 15 декабря. Мы приглашаем всех на эту премьеру. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дилифлюровна. Здесь уже упоминалось о том, что мероприятий прошло очень много, несколько десятков. Если их суммировать, то это, наверное, будет под 100, если вспомнить вообще все, что происходило не только в университете, но и в Казани, и в Республике Татарстан. И, разумеется, формат этих мероприятий был очень разный. И в том числе, мы с вами живем в 21 веке, были мероприятия не только литературные, не только вербальные, но и визуальные. Делались репортажи и документальные фильмы, связанные с Львом Николаевичем Толстым, Казани, Казанским университетом. И сейчас мы с вами посмотрим фрагмент такого фильма. Пожалуйста, дайте видео. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, «Я увидал, что моя жизнь распадается на 4 периода», – писал в своих мемуарах Лев Толстой. Светская жизнь весьма плохо влияла на учебные занятия, и первые полугодичные испытания оказались для Льва Николаевича неудачными. Вызывает графа Толстого. Он подходит к столу и берет билет. Прошла минута, две, несколько минут. Между тем, как Толстой смотрел на билет, краснел и молчал. Так вспоминает в своих очерках и мемуарах сдачу экзаменов Львом Толстым Валериан Никонорович Назарьев. Назарьев в годы своего учения на юридическом факультете Казанского университета знал Льва Толстого. Ему предложили переменить билет, с которым повторилась та же история. Профессор тоже молчал, вперив студента на смешливый ядовитый взгляд. Разыгравшаяся передо мной тяжелая сцена кончилась тем, что граф положил билет, повернулся и, не обращая никакого внимания и не торопясь, направился к выходным дверям. «Напа ноль! Напа ноль! Ноль! Закатил ноль!» – шептались студенты. Позже Лев Толстой напишет, применение этой науки легче и более подходит к нашей частной жизни, чем к какой-либо другой. Светская жизнь весьма плохо влияла на учебные занятия, и первые полугодичные испытания оказались для Льва Николаевича неудачными. Он получил отлично по французскому языку, три по церковно-библейской истории, двойку по арабскому языку. На экзамен по истории общей литературы не явился. На основании этих результатов Толстой не был допущен к весенним переходным экзаменам и оставлен на первом курсе еще на год. После этого второго экзаменационного провала Лев Толстой решил перевестись на юридический факультет. Тем не менее, третий год студенчества Льва Толстого оказался для него последним. Спасибо. Дорогие зрители, особенно студенты, поскольку мы с вами находимся в университете и мы заняты все время проблемами образования, педагогики, то какой педагогический смысл можно извлечь из того сюжета, который мы сейчас с вами увидели? Нельзя отчаиваться, дорогие мои. Даже если вы получаете двойку по арабскому языку или по какому-то другому предмету, кто знает, может быть, из вас получится в будущем Львы Толстые. Итак, мы переходим, собственно, к дискуссии, если это можно так назвать. Лучше, наверное, назвать это беседой. И я хотел бы предоставить слово нашему гостю из Индии, Гиришу Мунжалу, который, как выяснилось, впервые посетил наш город. Вот хотелось бы услышать его мнение и впечатление о Казани, а также услышать, ну, хотя бы в самых общих чертах, как воспринимает Толстого в Индии. — Большое намасте из Индии, во-первых. И я бы сказал, что судьба Индии связана с Казанью. Каким образом? Потому что с законом непротивления злу насилием у Толстого возникло здесь, именно в этом здании. И судьба, я так рад, что я сегодня здесь нахожусь, и возможность прямо почувствовать вот тот момент. И вот эта идея возникла здесь, а потом Ганди ознакомился с этим, а потом Индия получила независимость. Поэтому я очень благодарен Казанскому университету, что дали мне возможность. А Толстого изучают в Индии уже, по-моему, 70 лет в университетах преподают, работают над его произведениями. А я в основном как бы серьезно стал заниматься его философскими идеями, поскольку сейчас мы работаем, как Ганди прочитал его произведение «Сарство Божие внутри нас». И это повлияло на его так сильно, потому что Ганди мало читал, то есть выборочно читал книги. И случайно эта книга оказалась у него на английском языке. И после этого и как раз возникла эта идея «nonviolence». И он дальше работал над этим. И скоро выйдет книга, одна статья, сборник статей по Ганди и Толстому. И как это все процесс, вот как возникла эта мысль, как раз именно у вас в Казани, и дошло это до Индии. И Индия, конечно, получила независимость. Так что большое вам спасибо. Весь народ вам благодарен за это. Большое спасибо. Ну вот эти замечательные слова в очередной раз подтверждают тезис о том, что Лев Николаевич не просто великий писатель, но и влиятельный мыслитель. Мы произносим, как-то не особо в это вдумываемся, а за этим стоит абсолютно ясная реальность. Вот сейчас гость из Индии нам об этом сказал, что мысли Толстого привели к реальным историко-культурным и политическим изменениям в XX веке. Я хотел бы задать вопрос Реде Фавельне Мухаммедовичной, вот так плавно перейти от Индии к России. Мы в этом году проводили разные мероприятия, как в университете, так и за его пределами. Можно ли продолжить тему «Толстой и мир», «Толстой и другие страны», «Другие культуры»? Прошу вас, Реде Фавельне. Да, спасибо, Артем Эдуардович. Дело в том, что действительно год Толстого не только в Казани, не только в республике Татарстан, но и за его пределами. Институт филологии и межкультурной коммуникации в рамках года Толстого начал проводить международный саммит языков и культур. И этот международный саммит предполагал три площадки. Первая площадка японская, вторая испанская и третья казанская. Казанская площадка как раз вот она уже началась. Это сегодняшняя конференция, это пресс-конференция, это саммит, панельные дискуссии. То есть вся эта неделя – это реализация казанской площадки международного саммита языков и культур. Испанская площадка проходила в университете Гранада. На этой площадке работали наши коллеги из кафедры романской филологии. Практически вся кафедра выехала в Гранадский университет и провела международную конференцию, посвященную вопросам перевода ведения, перевода Толстого на языки мира. Конференция прошла очень успешно. И еще одна площадка, которая раскрывает границы восприятия Толстого в рамках года Толстого – это японская площадка. В конце октября коллеги с кафедры русской и зарубежной литературы выехали в город Нагоя. Дело в том, что в университете Нагоя проходил 68-й съезд Ассоциации русистов Японии. И мы очень благодарны нашим японским коллегам, что в рамках 68-го съезда они предложили провести конференцию «Лев Николаевич Толстой и Восток». В этой конференции принимали участие японские русисты и были приглашены наши коллеги со своими докладами. Артем Эдуардович, наш модератор уважаемый, выступал с темой «Толстой и мировой кинематограф». Эта тема очень интересует японских коллег. Они очень много занимаются кино, особенно «Толстой» и кино. Лили Харисовна Насрудзинова, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, выступала с докладом «Толстой и Казанский университет». Было очень много вопросов, связанных именно с биографией Толстого и Казанью, Казанским университетом. И третий доклад читала я, тема доклада «Толстой и исламский мир». И еще одна коллега, заведующая кафедрой русского языка, как и иностранного Татьяна Геннадьевна Бочина, тоже принимала участие в работе этой конференции. Она проводила мастер-класс «День России» со студентами-японцами, которые учат русский язык. Представляете, город Нагоя, японская культура, японские русисты, и все читают Толстого. Мы очень были удивлены, как хорошо знают Толстого в Японии. Это невероятно. Читали все его произведения, смотрели все фильмы по его произведениям. Удивительный формат конференции. Читается доклад, на доклад дается определенное количество времени. После этого вопросы, где-то около 30-35 минут на вопросы, а потом идет дискуссия. Было такое большое количество вопросов, мы прям все взмокли. Думаем, боже мой, сколько вопросов вызывает Толстой в Японии. Причем вопросы были очень такие профессиональные, детальные. Даже трудно было предугадать, что именно этот вопрос возникнет. Но, естественно, это была настоящая дискуссия, это было взаимообщение, взаимообогащение. Толстого они принимают и как философа, и как художника. Потому что есть национальные культуры, которые принимают, допустим, Толстого как писателя, но им не очень близок Толстой философ. Или наоборот. Ну, например, Гаяз Исхаки, это известный, признанный татарский писатель, философ, литература, вед. Он в своей статье «Толстой и татарская литература» говорит о том, что он принимает Толстого как художника слова, писателя, но не принимает его как философа. То есть его мироощущение, миросозерцание тюрка, представителя исламской культуры, не позволяет принять ему некоторые постулаты. А вот в Японии признание и философа, и писателя. Поэтому я думаю, что действительно саммит языков и культур, который проводился Институтом филологии и межкультурной коммуникации, это первый опыт в Казанском университете, чтобы международные высокого уровня мероприятия проходили на разных площадках. Я думаю, этот опыт будет внедрен в практику нашего университета и нашего института, и мы будем проводить на разных площадках конференции, посвященные творчеству русских писателей, современных писателей, и таким образом раскрывать границы мира. Буквально два-три слова по поводу посещения Японии, потому что я тоже был очень впечатлен тем, насколько японские коллеги знают и любят Толстого. Особенно меня поразило то, что когда была дискуссия, связанная с кино, то несколько преподавателей задавали нам довольно едкие детальные вопросы, про что бы вы думали, про немые фильмы, снятые по Толстому в 10-20-е годы прошлого столетия. Многие из вас видели черно-белые немые ленты, снятые по произведению Валерия Николаевича. А японские коллеги знают. Представляете? Артем Виталович, еще скажите, как воспринимают Россию японцы? Это очень приятно, это очень забавно. Россию в целом японские просвещенные люди, японские словисты воспринимают как страну поэтов, певцов и поющих поэтов. Вот так. Это буквальная цитата из речи одной преподавательницы с кафедры словестики Токийского университета. Так что русская классическая литература это действительно наш щит, за которым мы сохраняемся, и наша, так сказать, мягкая сила, которая очень естественно влияет на окружающий мир. Я хотел бы задать вопрос Алексею Николаевичу Пашкру, как специалисту как раз по классической русской литературе, чтобы он ответил на вопрос, как классическая русская литература, отдаленная от нас по времени, вот в частности, некоторые произведения Льва Николаевича Толстого, востребована сейчас. Что сейчас актуально, и что сейчас важно, и животрепещущее в наследии Толстого для нас, людей 21-го столетия? Ну, если несколько преобразовать вот нашего сегодняшнего именинника, уважаемого Льва Николаевича, цитату из Александра Сергеевича Пушкина «Любви все возрасты покорны», мне кажется, можно в полной мере в год Толстого, и завершая это масштабное событие, говорить Толстому все возрасты покорны. И даже только те мероприятия, которые проходили и в стенах Казанского университета, и республики, могут замечательно все это иллюстрировать. Допустим, в рамках не так давно завершившегося молодежного научно-образовательного фестиваля имени Льва Толстого Лев Николаевич преображен и Лили Харисовна, живой свидетель и руководитель этих проектов, в пластилиновые скульптуры самых необычных форм, цветов и задумок. То есть это младшие почитатели Толстого существенно до вузовского этапа. С другой стороны, в рамках нашего сотрудничества Казанского университета и Национального музея республики Татарстан и филиала в лице музея Евгения Брамовича Боротынского, я и мои коллеги в апреле-мая представляли цикл лекций для населения, где основную аудиторию составили люди уже существенно послевузовского возраста, и там был то же самое, живейший интерес. По желанию публики акцентировали мы такие аспекты, как Лев Толстой восприятие казанской интеллигенции начала 20 века, Лев Толстой и интернет, Лев Толстой, как философ, способный преодолеть, вот это, наверное, самый необычный был поворот, на который я, читая тихо-мирно академическую лекцию о казанском литературоведении, вообще мог не рассчитывать, Лев Толстой, как мерило нравственных ценностей, на основании трудов которого можно преодолеть кризисы современного мира. Вот, пожалуй, так. Если внутри брать вузовской системы, то Лев Толстой это третий по счету магнетический центр, первый центр приходится на творчество Гаврила Романовича Державина, и, пользуясь случаем, не могу не порекламировать, что параллельно со всеми толстовскими мероприятиями, завершая год Толстого, на этой неделе мы будем проводить международную конференцию Державина «Диалектика культур». Второй магнетический центр, безусловно, наше все, как сказал Аполлон Григорьев, это Александр Сергеевич Пушкин, но третий это именно Лев Николаевич Толстой. Именно в содружестве этих трех титанов, разные эпохи представляющих, мне кажется, и есть будущее интереса к истории русской литературы. Спасибо, Алексей. Еще по поводу мирового значения Льва Николаевича, вот у нас в университете и вообще в Казани выступал замечательный литературовед и критик Павел Валерьевич Басинский, есть запись его лекции, можно посмотреть на УниверТВ, где он рассказывает о формировании мировоззрения Толстого, когда он жил в Казани, собственно, в ранней юности, с 13 лет. И, в частности, Басинский упоминал о том, что мы не очень даже, может быть, отдаем себе отчет в том, насколько Толстой важный писатель в мире. Есть различные рейтинги и списки самых главных и самых влиятельных книг, особенно романов, которые написаны за последние 200 лет. Британцы очень любят такие списки составлять, и у них стабильно уже десятки лет, даже не в первую десятку, а в первую тройку самых главных книг мира обязательно входит «Война и мир» и «Анна Карень». Иногда они оказываются даже на первом месте, особенно «Война и мир». У нас есть еще видеоконтент, одно видео, связанное с именем Льва Николаевича. Пожалуйста, внимание на экран. В январе 1846 года Лев Толстой был посажен в карцер за непосещение лекций по истории. В карцере я сидел осводами и железными дверями. Со мной был товарищ, и у меня в голенище была свеча и подсвечник. И мы провели очень приятно день или два, не помню. Вместе с ним в карцере оказался студент юридического факультета Валериан Никонорович Назарьев. Он вспоминает. Граф быстро заходил взад и вперед, заглядывал в окна, расстегивал и застегивал сюртук, и вообще обнаруживал нетерпение и недовольство своим глупым положением. Мы перекинулись двумя-тремя словами относительно рысака, а час спустя уже вступили в горячий нескончаемый спор, где главную роль играл не предмет, о котором спорили, а скорее какая-то странная, тотчас же всплывшая наружу вражда. Второй дочери Тимурюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый на Анне Алексеевне в 1572 году. А ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все, и это все знал. Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более, что я считал историю своим любимым предметом. А между тем, мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись в освоящих деревнях? На что будем пригодны? Кому будем нужны? Измученный бессонницей я только слушал и упорно молчал. Едва забрежилось утро, как дерево творилось, вошел вахмистер и, раскланившись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам. Еще одно интересное очень видео, потому что с одной стороны это все разыграно, а с другой стороны это абсолютно соответствует тогдашней реальности. Вот, дорогие студенты, как изменилась жизнь за 150 лет. Ваня Николаевич Толстого и не его одного сажали в карцер за различные провинности. Сейчас не только не сажают, но даже карцеров у нас нет. У нас здесь присутствует заведующая отделом рукописи и редких книг научной библиотеки Казанского федерального университета Амирханова Эльмира Исхаковна. Она хотела бы рассказать об изданиях, которые были приурочены к юбилейному году Толстого. Я хотела сказать не только об изданиях, но еще и о том, что вот эта выставка «Самочитаемый писатель» нами была проведена в нескольких музеях и в этом смысле действительно и музей-заповедник Казанский Кремль, в музее исламской культуры Толстой Исламский мир выставил очень интересные материалы, которые были подобраны в нашем фонде. Музей-заповедник Свиярск выставил именно прижизненное издание из наших фондов под названием выставка «Притяжение великой личности». Также, конечно, мы сами выставили у себя в самом посещаемом читальном зале в новом здании библиотеки выставку прочитана студентом Толстым, где мы постарались собрать все книги, которые Лев Николаевич должен был читать будучи студентом с указанием программ, где действительно говорилось о том, какие книги студенты должны были читать. Конечно же, те книги, которые он сам вспоминал прочитанные и те, которые были упомянуты в дневниках и в произведениях Льва Николаевича Толстого именно этого периода. Ну и, конечно, мы готовились к году Льва Николаевича Толстого и вообще вопрос, почему же Толстой был в Казани, он, конечно, я думаю, мучает всех, всем хочется понять, почему именно Казанский университет был выбран. И здесь, конечно, есть несколько причин, и одна из них та, что, конечно же, род Толстых очень давно был связан с Казани, с Поволжьем. Дед в предшествующем поколении Льва Николаевича, в шестом предшествующем поколении Андрей Васильевич Толстой был Свиярским воеводой в 1673-1776 году. И, вероятно, первое его появление здесь как раз и привело к тому, что его старший сын Иван купил дом в Казани, и затем уже его линия здесь укоренилась. И вот, к счастью, эта часть как раз старшего рода сохранила большое количество документов. Их было действительно гигантское количество, целое здание архива было в этом имении, в Закамском имении в селе Мурзиха, которое, к сожалению, было разорено в 1918-м году, но к часть документов осталось и сейчас хранится в двух учреждениях, в Национальном архиве, извините, в Национальном музее Республики Тарстан и в Государственном архиве. И вот, к счастью, мы решили всё-таки подготовить их полное воспроизведение, но при этом, конечно, эта старшая ветвь, пометуя о своём значении, при царе Алексея Михайловича, получила ещё церковь талавания Милославских, поэтому книга называется «Архив рода Толстых Милославских», именно старшей ветви. Очень интересно, что Лев Николаевич интересовался этим периодом. Он в 1870-73 году начал писать роман о Петре I, о временах Петра I, и именно в этом романе он впервые формулирует первое предложение из великого романа Анна Каренина. Вы его все знаете, да? Как начинается у нас этот роман? Нет, извините, всё-таки всё смешалось с домами Аблонских, чаще всего мы, конечно, говорим, но это была первая всё-таки фраза, он дописал про счастливые семьи позже. А вот именно в этом романе в набросках он писал, да, всё смешалось в царской семье. Но он оставляет этот роман, переходит на написание Анны Карениной, потом пытается вернуться, но это действительно было очень сложное время, и его предки сыграли неоднозначную роль в период, когда Пётр I сходил на престол. И вот эти все моменты, конечно, в этой книге, в этом сборнике документов мы постарались отразить, и очень интересно читать, конечно же, те реалии, с которых начинается бытование толстых в Казани и в нашем регионе. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, формат пресс-конференции предполагает, что аудитория должна вести себя достаточно активно, задавать какие-то вопросы. У кого-то есть вопросы? Да, пожалуйста. Добрый день, Кристина Иванова, пресс-центр Казанского университета. Вот к, наверное, Крис Дефаилевне вопрос о предстоящих в субботу мероприятиях, связанных с закрытием года Толстого, подведением итогов и открытием Бюста. Можно какую-то подробную информацию рассказать, где этот бюст установлен, что он будет из себя представлять и какая программа включает подведение итогов года Толстого? Спасибо. Спасибо. Да, действительно, эта неделя такая вот особенная. 1 декабря состоится торжественная церемония закрытия года Толстого в Императорском зале Казанского университета. В 11 часов мы всех приглашаем на эту церемонию. В 10.30 во дворе главного здания будет открытие бюста Льва Толстого. Этот бюст изготовлен и подарен нам проектом «Аллея российской славы». Руководителем этого проекта, автором этого проекта является Михаил Леонидович Сердюков. Он тоже будет присутствовать на церемонии открытия этого бюста. Сегодня в 13 часов у нас начинается работа конференции, посвященной Толстому. Пленарные заседания. Это Институт филологии межкультурной коммуникации, улица Татарстана, дом 2, актовый зал. Завтра начинается сегодня хочется мне сказать про нашу пресс-конференцию, что наша пресс-конференция тоже в рамках года Толстого и проводится она при поддержке ИТАРТАС. Мы надеемся, что наши мероприятия будут отражены и в новостной ленте ИТАРТАС в городе Москва. Еще очень одно интересное мероприятие это симпозиум в рамках международного саммита и в рамках этого симпозиума пройдет панельная дискуссия. Тема этой панельной дискуссии «Честь, ответственность, совесть в зеркале русской культуры». В работе этой панельной дискуссии принимает участие генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Брунова Наталья Владимировна. Вы ее знаете как заместителя Людмилы Алексеевны Вергитской. Также принимают участие ведущие ученые российских вузов и зарубежных вузов. Панельная дискуссия пройдет 30 ноября в 12 часов в 207 аудитория Института филологии и межкультурной коммуникации. Как уже говорил Алексей Николаевич, у нас еще одна крупная международная конференция Гавриила Романова Державин и Диалектика культур. Это тоже в Институте филологии и межкультурной коммуникации 29 30 и первого еще три дня работает эта конференция. Таким образом, вот каждый день этой недели вы не ошибетесь, если придете по адресу Татарстана 2 Институт филологии и межкультурной коммуникации. Да, и конечно же мы ждем на закрытии года Толстого почетных гостей. Это праправнук Толстого, советник президента Российской Федерации Владимир Ильич Толстой со своей супругой Екатериной Александровной Толстой, которая представляет музей в Ясной Поляне. Они будут участвовать в церемонии открытия бюста Толстого и в церемонии закрытия года Толстого. Поэтому всех, всех приглашаем. Будем очень рады. Бюст бронзовый, постамент красный гранит. Очень красивый памятник. Он весит 4 тонны. 4 тонны. И мы благодарны еще раз проекту Аллеи Российской Славы. Спасибо, Ерина Фаильевна. Мы незаметно и плавно приближаемся к финалу. активно работаем. Есть мероприятия, которые проходили в нашем университете достаточно сложные, торжественные, может быть, даже немного помпезные, а есть мероприятия почти неформальные. Одно из таких мероприятий это Ночь науки, пронаука. Кто-нибудь из присутствующих хотел бы что-нибудь сказать по поводу этого мероприятия? Многие из нас принимали в нем участие. Разумеется, мы все присутствующие могли бы, но мы хотели бы, чтобы это кто-то сделала из тех, кто еще не выступал. Студенты были на Ночи науки, когда были открытые лекции? Ольга Борисовна Карасик, да. Да, я присутствовала на этой Ночи науки как простой зритель, как простой участник, и честно сказать, я планировала прийти послушать одну лекцию, которая была мне изначально интересна, потом уйти. Я не ушла, осталась там до 10 вечера, потому что... На всю ночь. Не до такой степени с Толстым, извините, но потому что действительно было интересно, одна из самых интересных лекций была лекция Артема Эдуардовича о Толстом и кино, где я узнала совершенно неожиданный для меня факт, что самый экранизируемый роман Толстого это вовсе не Анна Каренина, хотя казалось бы, только ленивый режиссер за последнее время не экранизировал Анну Каренину, а оказалось, что это роман «Воскресенье». Для меня это был вот факт очень неожиданный и очень интересная была лекция тоже коллеги с нашей кафедры Антона Сергеевича Афанасьева о том, почему Толстой не получил Нобелевскую премию. И в целом очень была интересная атмосфера этой ночи науки и очень удачно, что это было сделано именно в главном здании, что это было в тех залах и в тех помещениях, в которых скорее всего мог быть сам Толстой. Да наверняка он там был. Да, это просто мои впечатления как зрителя, даже не как преподавателя университета. Спасибо. Ольга Борисовна Карасик, профессор кафедры русской и зарубежной литературы. Пожалуйста, коллеги, у нас относительно свободный микрофон. Кто-нибудь хотел бы еще? Пожалуйста. Самохин Дианатас. Я хотела бы уточнить, в каком возрасте на бюсте изображен Толстой. То есть он пожилой или молодой студент. Ну, знаете, этот вопрос очень активно обсуждался. Все-таки молодого Толстого или немолодого Толстого. Но и все-таки выбрали вариант узнаваемого Толстого. Понимаете, молодой Толстой, вот вы все видели молодого Толстого, надеемся, да, не воспринимается как Толстой. И поэтому решили, что это будет узнаваемый Толстой. И мы взяли именно из музея Толстого в Москве вот как бы тот вариант, который вот нам понравился. Репинский, Репинский. Еще один такой вопрос есть. Тут рассказывали о книге Лев Толстой и Малославский, кажется. Она будет иметь внутреннее хождение, то есть это научная работа или же эта книга будет более доступна широкому читателю, может быть? Все-таки это научное издание и, конечно же, прежде всего интересно специалистам, потому что это действительно архив служилых людей 17-го, начала 18-го века и, конечно, я думаю, что простой читатель неподготовленный естественно может ознакомиться, есть там очень интересные факты, но, конечно, я думаю, что массовый читатель не очень будет вдохновлен этой книгой, скажем так. Пожалуйста, вот еще, да, да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Дилия Хуснудина, главный редактор детского журнала Салават Купере. Как и вы, мы провели мероприятие для детей дошкольного и младшешкольного возраста и в декабре планировалось награждение этих детей, выигравших, и вы знаете, я думала, соберу детей со всей республики в музей Толстого, покажу им музей, и сама была шокирована тем, что везти-то некуда, то есть сайт дает на реконструкции, дозвониться я не могу, вопрос, куда везти детей? Ну, я думаю, что это хороший очень вопрос, да, потому что Толстого мы знаем не только философа, писателя, но мы знаем и как человека, который очень много писал об образовании, писал специально для детей, основал Яснополянскую школу. Я думаю, детей вам лучше привезти к нам в Институт филологии и межкультурной коммуникации. И мы с удовольствием наградим детей и проведем экскурсию, расскажем о Толстом. У нас даже еще, наверное, и выставка не закроется, да, Радий Фривкадович? У нас открыта выставка на втором этаже «Толстой восприятие детей». Детские работы творческие. Маленькое добавление, ну, у нас есть в Казани усадьба Толстого, но Япиева 15, да, то есть, в принципе, можно... Не получилось. Ну, не получилось. Да. Здравствуйте, Валерия Завьялова, «Бизнес онлайн». У меня два вопроса, я их задам по очереди, если можно. Первый вопрос. Так органично в год Толстого вошел спектакль «Анна Карельна, иммерсивный», который в течение ближайшего года будет идти в здание бывшего ЗАГСа. Я хотела спросить, видели ли вы этот спектакль, и как вы, как филологи, как литературоведы, оцениваете такую интерпретацию Романа Толстого? Кто будет? Коллеги, у нас кто-нибудь видел? Из наших? Ух, видели. Но, к сожалению, вот я сама, конечно, очень заинтересована, мне хочется посмотреть эту постановку, но пока не смотрела. Но, я думаю, интересно любая новая интерпретация. Интересно, потому что, действительно, меняется время, меняется зритель, меняются режиссеры, и та интерпретация, которую предлагает современный автор Анны Карениной, имеет право быть. И, наверное, мнение еще за нами, да, коллеги? Мы посмотрим и выскажем свои впечатления на страницах прессы. А сегодня у нас сидит, по-моему, только единственный, да, человек. На прошлый я посмотрела, против, я нахожусь под впечатлением, мне предстоит об этом писать, еще статью большую. Но, если вы хотите, чтобы вас вдруг обняла Анна Каренина, подошла, идите. Или увидеть настоящего Вронского, того самого, который описывается. Прямо именно настоящего Вронского. Самого, именно такого, которого девушка, читая в школе, представляла себе. Я думаю, что это очень интересная интерпретация, мне кажется, она имеет право быть. Спектакль идет три часа? Больше? Обязательно одевайте кроссовки, удобную обувь. То есть вы все это время три-четыре часа проведете на ногах, но это все стоит того. Прислушаемся к совету. Еще хотел уточнить, вот сегодня два отрывка фильмов показывали. Вот это будет какой-то единый фильм, который будет где-то презентован. Вот об этом Можете рассказать? Да, это отрывки фильма. Дело в том, что в рамках года Толстого был снят документальный фильм именно о молодом Толстом, о его учебе в Казанском университете, пребывании в Казани. И этот фильм уникален тем, что он содержит те материалы, те страницы его биографии, которые еще не вошли в существующие документальные и художественные фильмы. Сценарий к этому фильму написала Светлана Анатольевна Фролова, директор Музея Казанского Федерального Университета. Снимала этот фильм команда во главе с Каримовым Эльдаром Азатовичем. Это тоже наши коллеги Казанского Университета. Принимали участие актеры театра юного зрителя, наши студенты, которые были похожи на студентов 19 века. Шел такой отбор. И я думаю, что мы все увидим этот фильм в полном метраже в ближайшее время. А пока только эпизоды. Это был трейлер. Да, это был трейлер. Да, и очень много было таких уникальных съемок. Конечно, очень трудно найти те уголки, которые непосредственно связаны с молодым толстым. К сожалению, усадебная культура не сохранилась в том виде. Поэтому мы даже выезжали в Долгую поляну тетюши, потому что парк в Долгой поляне очень похож на парке 19 века. И там были сняты уникальные кадры во время осени, ранней золотой осени. Это будет очень красивый фильм. Спасибо, Рита. У меня еще один вопрос. Здесь прозвучало, что еще будет в рамках мероприятия Года Толстого круглый стол в Кремле. Я хотела бы поподробнее узнать о том, кто будет на этом круглом столе и что там будет обсуждаться. На круглом столе будут подводиться некоторые итоги года Льва Толстого, будут приглашены писатели, будут, естественно, приглашены те участники, которые в течение года проводили мероприятия, в том числе и из музеев, и из библиотек, и из Министерства культуры, конечно же, тоже. Спасибо большое. Коллеги, если вопросов нет, то мы почти исчерпали лимит времени. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Да, я хотела уточнить по фильму. То есть, его уже отсняли, а показывать будут где? Пока этот вопрос мы не обсудили конкретно, потому что идут буквально последние работы, вот штрихи к портрету, последние работают монтажеры. Мы планировали, конечно, посмотреть его на закрытие, но он занимает 20 минут. То есть, это достаточно много для церемонии закрытия, поэтому время показа этого фильма, как бы презентацию этого фильма мы предупредим общественность заранее. Возможно, это будет в Институте филологии межкультурной коммуникации. И вообще, мы этот фильм планируем потом разместить на сайте Казанского университета, потому что к нему большой интерес. Вот на той неделе приезжали блогеры из Шанхая, и они прямо у них вот две мысли такие четкие. Первая мысль покажите парту, за которой сидел Толстой, вот покажите и все. Почему бы не сохранили эту парту? И второе, дайте нам этот фильм, потому что именно молодой Толстой это та тема, которая еще недостаточно раскрыта. И я думаю, что будет такое разрешение ради Фрикатовича, и мы разместим, пожалуйста, и молодежь может смотреть этот фильм, и учителя могут использовать на своих уроках литературы, потому что, еще раз говорю, этот фильм это свежий новый взгляд. Даже по эпизодам, которые вы сегодня увидели, вы, наверное, поняли, что запретных тем в этом фильме не будет. Спасибо большое. Ну, мы, естественно, завершаем. Мы даже немножко вышли за предполагаемые временные рамки. это свидетельство того, то, о чем мы здесь говорили, аудитории было очень интересно. Мы благодарим всех присутствующих, всех, кто сегодня пришел, всех, кто поучаствовал в этой беседе. Любите классическую русскую литературу, читайте Льва Николаевича, он очень и очень актуален, он истинно живой классик. Большое спасибо. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ